друзья всем привет хочу сделать такой маленький видео обзорчик про трехосевой стабилизатор который не так давно появился в продаже у нас в россии это Zhiyun Crane 2 довольно компактный удобный который наверное в принципе умеет все и перед тем как его купить я очень много искал видео обзоры где этот стабилизатор был показан бы в паре с такой камер как 1dx mark 2 потому что камера довольно таки громоздкая вес составляет порядка 1340 грамм и насколько я понимаю это понятно что без объектива без различных аксессуаров так по-моему это еще и без аккумулятор этот вес указан то есть принципе там где-то ну порядка 1400 грамм этот аппарат весить будет плюс ко всему я нацепил на него объектив сигма 35 миллиметров арт серии объектив этот весит примерно 665 грамм и в целом паре все это составляет 2 килограмма там может с копеечками вот но в принципе давайте включим посмотрим как он себя поведет включаем Zhiyun Crane 2 так вот включился и можем посмотреть как он ведет себя с данным объективом и с данным фотоаппаратом в паре так ну как мы видим то верхняя точка вполне себе проходит то есть можно скрутить вертеть его не только по горизонтально и по вертикали плюс ко всему управление самим стабилизатором здесь можно делать с этого пульта который как раз вот есть пульт управления здесь еще можно управлять самой камеры но чтобы править самой камерой здесь нужно подключить вот этот проводочек который как раз вот отсюда у нас здесь цепляется и уже к самой камере несмотря на то что в самой камере usb вход является ну как бы третьей версии то микро usb вполне себе сюда можно подключить и управлять уже камерой отсюда так ну вот я показываю да сюда мы это всего подключаем блин держать камеру и подключить внешне так уж и удобно сейчас минутку так вот есть меня получилось как вы слышали сейчас среагировал фотоаппарат на включение на подключение как раз управление с пульта джин крейна так ну сейчас я вот нажму лайвью то есть чтобы мы могли наблюдать на экране что происходит вот нажимаю и вот пожалуйста то есть в одном из обзоров я видел что джин крайн 2 и сигма то есть как бы не фокусируется на самом деле все фокусируется все нормально работает не знаю я так полагаю что нужно было режим серво f подключить на том же canon 80d на 1d x марк 2 тут вполне себе все работает сейчас вам просто продемонстировать наведемся примеру на эту картиночку не в ту сторону кручу вот вот видите да сфокусировалась ну конечно блин запись на телефон не так что и все четко вот я опять раз фокусирую его и опять фокусируюсь на экран на монитор вот как видите он сфокусировался если кому интересно будет сейчас я покажу шкалу как раз фокуса вот видите все это двигается я включу кручу колесико все это двигается то есть очень удобно прям реально очень удобно так ну как бы конечно же мне было интересно на самом деле вот это вот производителем заявленные характеристики что он держит до 3 килограмм 200 грамм вес я решил еще конечно поэкспериментировать и нацепил на данный аппарат как бы еще вместо сигма 35 миллиметров такой объектив как canon 70 200 второй версии со стабилизатором то есть как вы понимаете сам только объектив уже весь там где-то порядок пол полтора килограмма так ну сейчас я поменяю объективы и вам как бы работу стабилизатора june crane 2 с этим на фотоаппаратом объективом продемонстрирую что ж как мы видим я уже прицепил данный объектив к этому аппарату объектив насколько я понимаю без бленды весит 1411 грамм то есть бленды как в данном случае мне кажется все полтора килограмма как раз таки и будут в паре вместе с этим аппаратом объектив и фотоаппарат составляет порядка трех килограмм то из заявленных характеристки же инкрейн 2 где прописаны производителем что он выдерживает вес до трех килограмм и 200 грамм вполне себе реальные так ну что же давайте включим его стадикам и посмотрим как он будет вести себя в работе сейчас он включится вот он включился и встал в свое штатное положение которые при включении у него происходит и как мы можем удачи с другой режим переведу пыльку как мы можем наблюдать что он вполне себе так без дерганий крутится себе вертится вполне уверенно себя ведет но хочу сразу предупредить в связи с тем что габариты данного аппарата большие и для того чтобы его более менее отбалансировать пришлось очень сильно сдвинуть все это близко к моторчику и соответственно из-за этого получается у нас запас хода очень маленький то есть если мы будем двигать вверх то он здесь уже будет упираться в наглазник а если будем вниз то в отсек где у нас расположен аккумулятор данного фотоаппарата то есть особо так ты не поснимаешь с различных положений вот но для того чтобы просто сделать какую-то проводку или пролет то это вполне достаточно достаточно правда честно признаться я не знаю для каких условий будет необходимо цеплять на стабилизатор данный объектив ну понятно с таким фотоаппаратом как бы но если вдруг что-то нужно будет провести какую-то такую проводку пролет объект которые находятся и вдалеке то уверенно могу сказать что данный аппарат с этим вполне себе справиться сейчас я возьму его в руки просто вам продемонстрирую так вот он стал своего 5 штатное положение так вот видите да так ну вот то есть его вверх вниз туда-сюда двигаю как бы ну вот запас хода маленький есть но стабилизатор вполне себе уверенно держит камеру с данным объективом держать конечно это все не так уж удобно потому что в целом все вместе мне кажется здесь все целых пять килограмм поэтому здесь нужно точно будет держать двумя руками либо покупать дополнительные двойные ручки чтобы всей этой бандуры уже управлять пусть реально одной рукой неудобно и тяжело но в принципе как бы на этом все то есть те люди которые сомневаются будет ли держать живен крейн 21 dx mark 2 а тем более с таким объективом как 70 200 то уверен могу сказать что он с этой задачи вполне справляется поэтому не переживайте берите покупайте данный стабилизатор и будьте уверен что он вас не подведет покупал данный стабилизатор я в группе электронные стадикам и ссылку я дам в описании этого видео обошелся мне всего лишь 41 тысячу рублей и как бы я считаю что для такого компактного стабилизатора видео с такими характеристиками мощными это очень даже дешево поэтому обращайтесь в группу обращайтесь к сергею коль которые являются администраторами этой группы и закупайте у них стабилизаторы плюс ко всему они несут гарантию они всегда на связи если что-то не получается настроить они всегда обязательно помогут то есть очень довольно таки отзывчивая администрация у этой группы что в принципе меня очень порадовало но на этом у меня все спасибо за просмотр надеюсь данное видео вам оказалось полезным и все сомнения которые у вас были теперь развеяны ну что ж всем удачи давайте пока